В железнодорожном округе пьяный автолюбитель пытался спрятаться от полиции среди могил на городском кладбище. Это завязка ночной трагикомедии. Постовые мчатся по улице Карла Маркса. За несколько секунд до этого беглец не остановился перед патрулем. Нагнать на прямой дороге нарушителя удается в минуту. Уже на следующем перекрестке он опасно нарушает правила. Едет на красный свет. Вним выборскую на запрещающий. Едем дальше в сторону аэропорта. Пошли на кладбище. Дорогу через погост лихач явно знал. По этому проселку можно проехать кладбище насквозь. Однако его Ниссан словно одумался за водителя. Мотор заглох близ сорокового сектора. Беглеца вытащили из-за руля, повалили на землю. Никто пока еще не знал, что подвигло мужчину убегать от полиции. Это мог быть и угонщик, и разбойник, и убийца. Все оказалось проще. Обыкновенный автомобильный пьяница. С богатым послужным списком. Однако автолюбитель уверял, что отмашку полосатой палкой игнорировал из-за самой, что ни на есть, острой нужды. Я просто не остановился на требованиях сотрудника полиции. Это вы оказались в противении. Оказался в противении. А может, у меня было, как бы сказать... Мужчина в большевом состоянии алкогенового пьянения. Может, у меня был понос, е-мое. Я поехал на кладбище, е-мое. И не успели. Вы мне не дали это сделать. Вот что точно не дали сделать шоферу автоинспекторы – порулить еще. Тест на трезвость мужчина провалил. Легкая степень опьянения. Кроме того, он не мог похвастать и водительским удостоверением. С автоправами горожанин расстался еще в 2005 году. Словно взамен крепко сдружился с зеленым змеем. Настолько, что отсрочил возможность легально сесть за руль аж на 12 лет. С места происшествия Валентин Борозняк, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.